И всем добрый вечер, дорогие друзья, зрители стрим ТО. Сегодня вновь мы для вас вещаем такой замечательный конкурс космогонки. Сегодня будет Влад Ачивмент и я, Адель Дегленс. Сегодня у нас будет 6 заездов, 7-й будет у нас финальный и уже игроки готовятся на линию старта. Давай я представлю составы, которые у нас есть сейчас на карте. Игроки у нас собрались уже. Я озвучу состав. У нас первый игрок это Iking of Armenia, Skill from Armenia, New Day, Levzi, Сладкая Кровь. Организатор у нас сегодня V8. И последний игрок у нас циферный 564-563-6GTO. Он у нас самое маленькое звание на этой карте. Так, да, у нас как раз вот этот циферный игрок немножко не готовится к старту, пытается где-то. Сейчас он ездит уже на линию старта и скоро будет дан старт. Мешает он немного также другим участникам. Да, у нас призы весомые сегодня будут. Это у нас за первое место 30 тысяч кристаллов. За второе место 20 тысяч, а за третье, соответственно, 10 тысяч кристаллов. Вот-вот уже начнется первый заезд. Надеюсь, игроки уже видели, как нужно проезжать именно эту карту. И дан старт. И случайно организатор у нас убивает Skill from Armenia. И, скорее всего, будет дан перестарт, я так думаю. Потому что это не очень честно будет получается. Да, сейчас просит он как раз перезаезда. Не понимает, что произошло. Но другие игроки уже подъезжают к финишу. Подъезжает у нас к финишу. И интересно больше всего, будет ли перезаезд или не будет. Отключили у нас игрока, который, получается, бил. У нас организатора. И да, у нас будет перезаезд. Заходит вместо этого циферного игрока Вилен-186. У него уже звание Генералиссимус. И, надеюсь, у него будет уже М3 вооружение. Для того, чтобы именно победить в этом заезде. У нас по итогу 6 заездов образуется команда из 6 человек, получается. И уже финальный седьмой заезд, решающий, будет именно решать, кто будет победителем у нас. Увы, у Вилена почему-то Корнет М1, имея на таком звании. И у нас уже игроки приготовились к старту. Опять у нас организатор включает ДДшку. И дан старт. Игроки на рикошетах как раз понимают то, что нужно как можно быстрее ускоряться. И двигаются уже тоннели. Вилен-186 падает у нас в минус. Сейчас я посмотрю сверху за игроками, как они у нас продвигаются. Выезжают они у нас из туннеля. Первым едет игрок с ником Сладкая Кровь. И, скорее всего, он финиширует в этом заезде. Да, у нас именно в лунном формате, так сказать, проводится битва, дабы увеличить сложность игрокам. Первый финиширующий у нас является Сладкая Кровь. Поздравляем его. И будет, скорее всего, ну, не скорее всего, а точно уже второй заезд через несколько минут. Ребята, которые в чате, могут задавать вопросы. А также у нас сегодня, если вы еще не были на форуме, у нас объявили, какие будут скидки на День Танкиста. Да, я, кстати, включусь, извините. Да, Влад, у нас вернулся. Давай, может, обсудим немножко, что вот, как тебе скидки? Как мне скидки? По мне скидки очень хорошие, так как у меня есть еще миллион кристаллов на мульте. И я думаю, то, что эти кристаллы выйдут на прокачку моего Викинга Грома до М3. А также некоторых модулей. Ну, ты знаешь, я все-таки решил качать только модули, потому что посчитал я что-то по МПК, и дешевле мне будет просто купить по скидке модули М3, точнее, корпус М3, либо же МПК-шить его. Так что лучше я просто приобрету М3 вооружение. Ну, у меня Викинг и Гром уже почти прокачан до М3, поэтому мне осталось всего лишь несколько шагов. И эти несколько шагов мне будет именно выгодно прокачать, я так думаю. Соответственно, последний шаг мы не будем ускорять, дождемся именно окончания его. Это будет намного экономичнее и эффективнее, так сказать. Да, кстати, побеждает у нас в первом заезде игрок с ником Сладкая Кровь, и у нас уже игроки готовятся ко второму заезду. Надо вот сейчас... Пригласили меня на карту второго заезда. Сейчас я приглашу тебя. Давай. Кстати, ты видел, какой анонс конкурса именно от Танков Онлайн на Звездочке? Да, видел, посчитал, и можно получить 45 контейнеров в сумме, но все-таки не буду я Звезды бить, потому что учеба, и все-таки нету не столько свободного времени. Но, вот видишь, у тебя нету, а у меня есть, и поэтому я, скорее всего, буду набивать эти заветные тысячи звезд. На основе или на мульте? Именно на мульте, потому что это весомый повод прокачать именно мульта. У нас двойные фонды будут. И очень много кристалликов можно будет пофармить за эти 9 дней. Знаешь, посмотрим, будет ли опять Блокет в топе, или все-таки его отодвинуть. А, кстати, там еще у нас, получается, по итогу этих звезд, набивших, ну, набивших игроков эти звезды, 10 человек получат приз XT. Это вроде 10, которые займут топ. Да, именно топ 10. Ну, мне кажется, должен этот игрок у нас набивать. Да, заходят у нас игроки на второй заезд. Озвучишь у нас составы? Да, сейчас я прочитаю у этих человечков. Это Леня Мал, пастер, скилл фрам Армения, нью-дей, хай, 78-9, и гошек. Неплохой состав, однако. Вот опять зашел скилл фрам Армения, не знаю, вот видишь, его не пускают. Ну, все-таки сейчас у нас все игроки встанут на линию, такой воображаемый. Интересно, почему он именно так стоит, не может развернуться, либо гошек ему не дает так. Почему-то он сливает еще даже его, и мешает игрокам другим, и, скорее всего, он будет киктут, я так думаю. Видимо. Потому что другим игрокам нежелательно мешать, и даже нельзя этого делать. Кстати, вот зашел у нас Леня Мал, он в прошлый раз у нас занял первое место. На втором месте у нас расположился Айли Эмман, и на третьем скилл фрам Армения, так что, может быть, эти ребята сейчас вновь подтвердят свое лидерство в данном космическом противостоянии. Почему-то на игроки друг друга у нас бьют. И готовятся на старт. Вот-вот уже будет дан старт. Все игроки вроде как приготовились, и почему-то они друг другу мешают. Зачем, ребята? Зачем вы друг другу мешаете? Встаньте рядом. Места же полно. Вы думаете, что вы, если встанете слева от начала заезда, то это вам даст какое-то преимущество, ребят? Нет, мы знаем, что скилл фрам Армения пытаются выбрать более наивыгодную позицию, чтобы его все-таки не вытолкали. Потому что те, кто слишком близко находятся, их, мне кажется, сместят ближе к стене. А те, которые слишком правы относительно старта, то они не смогут списаться в повороты и тут испытают некие трудности. Не знаю, мне кажется, те, кто справа, будет легче войти в поворот именно, но, да, возможно, они потеряют преимущество именно в самом заезде. Тут ты, я думаю, прав. Ну, ты знаешь, что все-таки заставляет им этого скилла фрам Армения встать с краешку, и не знаю, что-то он как-то не может смириться со своим местом. Вот это не есть хорошо. А у нас еще игроки могут друг на друга залезать. Во время заезда. У нас же нету гравитации здесь. Да, ребята, снимайте сразу резисты от реле и мин. Будьте готовы. И выходит у нас Ай-789, и за него заходит Кристину. Ну, да, мне кажется, знает он правила этого конкурса, потому что едет он прямиком к началу, но вылетел у нас организатор сейчас. Не будет он заставлять меня на долго ждать, я все-таки не увидел его. Ну, скорее всего, у него вылет случился или крит ошибка. Все возможно. Кстати, вышел у нас недавно видеоблог, буквально 7 минут назад. Те, кто хочет посмотреть, можете пойти и глянуть. Но лучше это, конечно же, сделать после трансляции. Смотреть именно, кто будет победителем у нас в седьмом заезде. И получит свои заветные 30 тысяч кристаллов за первое место. Просит ребят встать в одну линию, дабы уже начать заезд. А то как-то затягивается у нас. Все. Хорошо у нас приготовились ребята. Как-то вот они вот неадекватничают, это нехорошо. И дан старт. Вот Леня Мау тут, посмотри, все-таки лидер. Как он лидирует, да. Быстрее всех едет. Да, он очень... Он не сдал, а нет. Я что-то пропустил немножко. Ну и должен он все-таки выигрывать. По моему мнению, да, должен. Да, его болит, так сказать, Формула-1. Стремится вперед. Да. Леня, я в тебя верю. Давай забирай первое местечко. Привет тебе, кстати. Да, первым он лидирует. Молодец. Леня, поздравляем. Должен у нас в седьмом раунде забирать еще раз победы. Ну, молодец. Поздравляем. И он уходит у нас на скамеечку. Пока что ожидание. Седьмого заезда. Уже два у нас прошло. Достаточно быстро у нас проходит данный конкурс. И поэтому сейчас, мне кажется, долго мы не будем затягивать данный конкурс. И все-таки быстро он должен проходить. Если не будут игроки неадекватничать и сами же тянуть свое время. Да, согласен. Если игроки не будут тянуть именно время. Можете, ребята, также активно задавать вопросы. В чатике. Сейчас я открою чат. Посмотрим, как ваше настроение. Можете написать. У нас все очень хорошо. Хорошее настроение у нас. У вас как настроение, ребят? Как вам скидочки, так сказать? Конечно, скидка-то хорошо. Но можно было, мне кажется, 70%. Но как все-таки сделано, спасибо и на том. Но у нас также имеются дуайные фондики. А если мы набьем тысячу звезд, то мы получим анимированную краску Синтипо. Ты представляешь, она просто офигенная. Мне очень она нравится. Так сказать, диджейская такая красочка. Краска интересная, кстати. Довольно-таки вот я ее смотрел. Мне зашла она. Да, не только тебе она зашла, но и всем моим друзьям. Но также у нас есть еще, точнее, будут еще спецпредложения, в котором будет анимированная краска электроулей. Не менее интересная краска, мне кажется. Как ты думаешь? Да, краски это все-таки неплохие. Сейчас я даже их посмотрю. Может я тут кому-то зачитаю эту информацию, по поводу которой нам сегодня была выдана. Сейчас. Кстати, вот скин Freeze XT, как он тебе? Freeze XT мне очень понравился. Очень, очень сильно понравился. Знаешь, все-таки вот как вы это говорили, что он будет такой привязан, можно сказать, к мамонту по дизайну. И это все верно. И вот я сегодня смотрел. Это действительно, можно сказать, неотъемлемое продолжение мамонта. Да, выглядит он так же монструозно, очень-очень сильно и очень красиво. С приглашения есть у нас? Пока что свое не вижу у меня. Восьмое. Значит, с 8 по 10 сентября у нас 50% на улучшение, на шаги на ускорение. С 9 сентября по 10 к 50 в гараже и с 8 по 9 к 50 в магазине. Так что, покупайте. Да, очень весомые скидочки в 50%. В прошлый ивент у нас были вроде как 30% скидки, насколько я помню. И тогда я только прокачивал на один шаг. А также неплохо пофармил кристаллики. Ну, смотри, ребята, у нас уже зашли. Мне кажется, самое время их объявить. Да, давай как раз я это сделаю. Заходят у нас iKing of Armenia, Skill from Armenia, Pastor, Levzi, Martun Grigorian и New Day. Приготовились у нас уже ребята к заезду. Встали в линию, так сказать. И ждем организатора, ждем старта. Отправляется у нас организатор на свою позицию. Позицию старта. Нет еще одного игрока у нас на старте, поэтому что-то я его не видел. А, вот он у тебя спецы. Сейчас, наверное, не заставит нас долго ждать. И все-таки встанет он в необходимое ему место. Да, он увидел прекрасное свое место. Последний прибывший на заезд получает не очень такое хорошее место, я так думаю. Дан старт. И немного медлит у нас Martun Grigorian. И ребята уже отправились в туннель. У нас ведет данный заезд в Pastor. Его гоночный болид также, мне кажется, финиширует первым. Потому что очень, очень большой отрыв от игрока под ником New Day. И он уже на финишной прямой. Очень близко к финишу. И получает он, так сказать, инвайт на заезд. На финишный заезд. Да, поздравляемый пастор. Уже у нас есть такая 3 человечка, которые у нас поучаствуют за такие замечательные призы. Это, получается, будут разыгрываться там 30, 20 из 10. Это, получается, 50, нет, 60 тысяч кристаллов. А, общий фонд у нас 60 тысяч кристаллов. Ну, а первое место получит 30 тысяч. Это 50% от этого фонда. Да, действительно. Пока мы знания математики, мы тут свои покажем. Ну, начнется у нас через несколько минут четвертый уже заезд. Узнаем мы имя победителя четвертого заезда. Во втором заезде победил у нас Леня Малл. В третьем пастор первым. Сладкая кровь. Сладкая кровь. Спасибо за то, что он мне напомнил. Ребят, эта битва у нас на максимально доступный диапазон. То есть от штаба, нет, от мастера Капрала до легенды. Так что у вас есть у всех возможность поучаствовать, даже с самых нубских аккаунтов. Так что ничего нету в этом такого, как сказать... Да, ребят, ребята, те, кто спрашивают именно на уорд-офицерах, на сержантах, у нас нету именно ограничения по званию в этом конкурсе. И поэтому может любой игрок участвовать в этом конкурсе. Получил я приглашение и... Назову вас. Благодарю я вас за приглашение. Перешли мы уже на вы. Такое у нас общение в нашей студии. Ну, еще нашего оператора просто нужно позвать о вас. Хорошо. А, кстати, мы оператора-то с тобой объявляли? Вроде бы ты объявлял. Ну, давайте я еще раз повторю, потому что там у меня, видишь, запинка произошла. В общем, комментировать сегодня буду я, Влад Ачивмент, мой напарник Адель Белленс. А сегодня за картиночкой Игорь, как всегда, про. Так что вот такое у нас сегодня трио мужское. И комментируем мы сегодня для вас данную встречу, комментируем, показываем. Игорь все-таки с лучшей стороны должен показать для вас вот эти заезды, эти прыжки. Не зря же он у нас про. Он, как всегда, про у нас. Да, действительно. Профессионал. Моник Дэйм говорит за себя. Ну, заходят у нас ребята. Ну, как всегда, вижу я уже не первый раз, что это за игрока. Левзи, Skill From Armenia у нас уже был. Immortal Hero Химера участвовал в других конкурсах. Архес тоже самое. Ну, New Day и все-таки вот этот майорчик, я его не видел. Потому что они люди новые, может быть, не новые, может, просто я их не приметил. Ну, I King of Armenia был в прошлых трех заездах, насколько я помню. Ну, значит, он молодец. И я все-таки его не углядел. Но в первом заезде он стопроцентно был. Ребят, заезд не начнется, пока все игроки не встанут на линию старта. Так что тут обязательные условия. Да, ребят, не затягивайте проведение данного конкурса. Да ничего страшного, это же у нас уже четвертый заезд, остается всего лишь три. Время у нас уже 25 минут прошло. Так что все у нас быстро достаточно-таки проходит, и не будем тут долго сидеть. Ну, я согласен с тобой, в принципе. Булкин Форево. Мы еще раз повторяем то, что у нас ограничения по званию в этом конкурсе нету. Может дойти любой, на любом вооружении. Есть у нас гол, есть. Кстати, я ребят, наверное, не объявил. Это Левзи, Скилл Фром Армения, Мортал Хирохимера, Айкин Кофф Армения, Хорхес, Нью Дэй и организатор все тот же В8. Лидирует у нас, кстати, вот он вот этот майорчик, да. Ау, отлично, он вырвался вперед. Как он смог на своем Васпике М2 противостоять Хорнатону М3? Ну, ты знаешь, все-таки вот его умелые руки и его упорство, то есть, насколько он вот хотел зайти в этот конкурс, у него все-таки получилось выиграть. И появляется у него шанс поучаствовать. Поздравляем у тебя, Кинков Армения, молодец ты. Ты у нас становишься четвертым счастливчиком, который попадет у нас в такой финал, в котором будут разыгрываться 60 тысяч кристаллов. Так что будем мы тогда ожидать пятой карты. Да, ребят, не забывайте, те, кто у нас киберспортсмены, регистрироваться на ТОВ Тандем. Будет у нас он проходить в скором времени. Ссылочку, я так думаю, сейчас я найду на форуме, и мы обязательно его предоставим вам. Сейчас, да, я, кстати, тоже занят поиском данной ссылочки. Такс. Так, ребят, небольшая запиночка у нас произошла. У нас регистрация не на форуме проходит, а именно на... На Танки Спорт. На сайте Танки Спорт, да. То есть, все у нас тут от наших организаторов. Сейчас я предоставлю, вот он, ТОВ Тандем, 17 часов назад. Так. Перед подачей заявки обязательно прочитайте. Вот, регистрация на турнир. Такс. Так же, ребят, не забывайте подписываться на канал StreamTO и участвовать в розыгрыше промокодов. Розыгрыше промокодов у нас будет в конце трансляции. Смотрит нас всего лишь 100 человек, это всего лишь мы набрали на два промокодика, так что мало. Если наберете вы 150 зрителей, то тогда у нас появится еще один обычный и усиленный. Да, ребят, зовите своих друзей и выигрывайте промокоды. Дима Андрюсев, что купить, ВАСП М1 или СМОКИ М1, он спрашивает. Я думаю, все-таки СМОКИ М1, ведь ее можно прокачать до М2. Открывается она на очень поздном звании. Открывается она на полковнике, я тебе тут немножко уточню. А вот знаешь, смотря какое у него звание, какое у тебя звание, Дима. Мы будем от этого отталкиваться, потому что... Все-таки, если у тебя, ты там, например, на Майоре собираешься покупать СМОКИ М1, то все-таки лучше подождать. Ну, СМОКИ всегда была на ГИМ, и еще также с последним обновлением ее апнули. Так же, как и их Страйкер. Вот я, кстати, уже отыгрывал на СМОКИ и занимал первое место. Да, ребят, а как у вас дела? Играли ли вы на данных пушках после обновления? Что у нас по ссылочке? Так, сейчас я тебя приглашу. Давайте подожду я. Ссылка на битву у нас на форуме. На форуме ее можно найти. Ты прав. А Наталья вроде бы кидала ссылочку, если я не ошибаюсь, я сам видел. Ты посмотри, зашел у нас ДАК. Это любитель у нас таких конкурсов, как Победи Админа, Спаси Голд. Очень любит он там убивать. Убивать он любит администратора. Либо же забирать золотые ящики. И сегодня, мне кажется, не составит труда ему попытаться выиграть. И все-таки вырвать победу в свои руки. И забрать, может быть, 30 тысяч, 20 или все-таки 10. Так что, понадеемся на его удачу сегодня. Также у нас заходит Папа 4999. Его должны вроде удалить. Да, и он у нас нарушал правила конкурсов. Очень печально. И ему нужно покинуть данную битву. Мы с тобой были правы просить у нас этого игрока покинуть битву. Ну, должен он это сделать все-таки без... Без, как сказать, без предупреждения... Нет, наоборот, с предупреждением. Но должен он беспрекословно выполнить. И, ну, вот зачем, зачем? Вот, посмотри, вот он ругается. Зачем ребят ругаться? Ну, и новый игрок у нас это Departed. Часто он участвует с Mrs. Departed, кстати. Неплохо, неплохо, танковая пара. Давай я объявлю как раз составы, которые у нас присоединились в битву и готовы уже почти к заезду. Ждем мы только игрока с ником Departed. У нас зашли Immortal Hero Chimera, New Day, Dug, Skill From Armenia, DeShirac и Departed. Да, ребятушки у нас есть, но вот все-таки у Departed до Хорнтон второй, но, может быть, он все-таки умело с ним умеет обращаться и получится у него что-то сделать. Я вот в этом заезде, знаешь, буду болеть за Дага, потому что этот участник у нас уже в очень многих конкурсах участвовал и просит его снять резист от рельсы. Снимай. А я думаю, мне кажется, победит Immortal Hero Chimera, потому что явно преимущество Васпика в управлении, мне кажется. Ну, ты знаешь, у него немножко позиция такая нехорошая, потому что вот сейчас вот отдал Даг свое место и... И его занял Хорхес. Видишь, его уже заняли место, это очень-таки печально, потому что у него была довольно-таки неплохая позиция относительно старта. 91 человек нас смотрит, ребят. Конечно, было бы хорошо, если бы нас смотрели 150. Было бы очень отлично, тогда бы мы разыграли 3 промокода. Да, ну а сейчас все-таки пока вы только набрали на 2 промокода обычных, не будет сегодня усиленного, но только появится этот промокод усиленный, если вы, ребят, наберете необходимое количество зрителей. Кстати, сегодня у нас будет розыгрыш кристаллов от нашего конкурса, от нашей группы ВКонтакте, официальная группа канала StreamTO, и будут у нас сегодня Надежда и Дмитрий проводить розыгрыш. Смотрим. Посмотри, как Skill From Armenia вырвался вперед. Ну, кто же? Уже начался заезд. Я немножко... Опоздал, так сказать, к началу. Врывается у нас Skill From Armenia, и дает Immortal Hero Химеры выйти вперед. Немного сбывает, ставит Минку зачем-то. Нет, Минки можно ставить. Минки можно ставить? Да, когда только начался заезд, Минки можно ставить, чтобы помешать своим... Как сказать, своим... Проезжает у нас как раз аккуратненько Skill From Armenia, и лидирует в этом заезде. Ой, сливает его New Way, Минкой своей. И у нас приходит Хорхес. Господи! Ничего себе! Вот это вот... Прямо перед финишем, прямо перед финишем замечает Минку и лидирует. Господи, жалко нам, конечно, тебя, но, мне кажется, должен ты отыгрываться. Ну, господи, ну вот это, знаешь, я представляю его сейчас, насколько он так разочаровался. Ну, выигрывает у нас Хорхес, поздравляем мы его. Ну, и будем переходить на шестую карту, где у нас будет решаться предпоследний заезд. Нет, будет у нас... Нет, заезд-то все правильно. Предпоследний, но у нас будет последний такой человечек, без которого не начнется гонка. То есть шестой. И все-таки будет у нас уже проводиться вот это противостояние вместе с этими победителями, ребятами, которые оказались все-таки на шаг впереди. И будут они соревноваться, кто все-таки из них будет лучшим. Да, ребят, также после окончания конкурса далеко не расходитесь. У нас будет трансляция конкурса, турнира Golden Way, в котором будут комментаторы Влад Ачевинг, который сейчас со мной, и Генри22. Передаем мы сразу привет Генриху. Так что, если ты нас смотришь, слушаешь, привет Наталье, который у нас следит за чатом. Привет оператору нашу. Так что, ребят, всем приветы мы раздаем. Не жадные мы на это делаем. Ну и все-таки подождем мы карту. Фильмы ТВ спрашивает, что купить на Warnt Officer 4? Гром, Диктатор и Викинг М2 по прокачкам. Наверное, или... Ну, лучше Диктатор. Вот если ты голодов, то Диктатор. Но все-таки Викинг в плане геймплея будет лучше, потому что он побыстрее. Ну и знаешь, как бы, вот у меня Викинг М4, и я не могу им не нарадоваться, потому что очень хороший корпус, и оправдывает он себя. Да, но огром нужно обязательно прикупить на данном звании, мне кажется, потому что это очень-очень сильная пушка на данных звонках, так как резистов от нее очень мало. И если ее еще прокачать, то это будет просто бомба. Просто бомба, я так скажу. Ребята, что у нас по карте? Скажите мне. Сейчас я тебе отправлю приглас. Получил. Почта России работает хорошо. А, что другое? Это у тебя уже есть, да? Гром, Дик и Викинг М2. Ну это, знаешь, очень-таки хорошо, если у тебя есть уже вот эти пушки, но можно, мне кажется, прикупить Твинс, потому что Твинс тоже, в свою очередь, когда я только начинал играть, Твинс очень даже хорошо себя показывал, и играл я с ним такие. Раньше, вот, кстати, Тишина, такая карта, на которой я на флагов 500, наверное, заходил, и просто качался. Четвертым ворентом я тогда был как раз-таки, и знаешь, вот фонды тогда были очень даже неплохие, то есть, для четвертого ворента получить, еще у нас тогда были, то ли X2 фонды, то ли X3, и довольно-таки неплохо я получал. Да, у нас как-то даже были X5 фонды в игре, и тогда мой друг очень долго сидел на тишине, и тогда у него был фонт в 1 миллион кристаллов. Ну, кстати, вот знаешь, было бы так хорошо, а премиум аккаунт был уже в то время? Был как раз в то время премиум аккаунт, можно было договориться с игроками, типа, самый большой заработок 2 миллиона, представляешь, это какой же это фарм, но не думаю я, что какой-то из игроков согласился бы отдать фонд, и... А сколько он, кстати, получил с той битвы? Около 200 тысяч. Ну, кстати, неплохо. Ну, вот я тебе говорю, знакомый мой Блокет, еще раз я повторюсь, за неделю заработал миллион 300, с чем-то, кристаллов, может даже больше, миллион 300, это я смотрел, я дальше его не отслеживал, но ты представляешь, сколько он играл, он за битву получал по 5-6 тысяч кристаллов, то есть довольно-таки неплохо, представляешь, да, за 10 минут 5-6 тысяч. Да, приготовлюсь у нас, ребята уже к старту, дан старт, а может объявишь, ребята, которые у нас присоединились? это никмарл 24, The Flamy, Guardian, Immortal Hero Humera, New Day, без доната, Назар 24-10-03, и организатор V8 Назарий. Лидирует у нас кто? И это Immortal Hero Humera. Не получилось у него в прошлом заезде победить, но в этом он уже вырвался вперед и забирает, скорее всего, эту победу. Может быть там опять какая-то вот эта Минка станет для него судьбоносной и отправит его на респ. Но, ты знаешь, все возможно, ой, стоит Минка, только он на нее не наехал. Нет, наезжает, и вы что? Вы что, господи? Ничего себе, Никмарл обгоняет прямо на финише Immortal Hero Humera. Ему сегодня явно не везет, ты понимаешь, вот я, как, не знаю, мне жалко этого игрока, второй раз, ты понимаешь? Это насколько должно быть везучим, явно сегодня удач на его стороне, и все-таки не завидую я ему, очень даже не завидую. Господи. Так, переходим. Кстати, сейчас финальный заезд у нас будет. Лучшие из лучших у нас встретятся, лучшие гонщики. Лучшие из лучших гонщиков. Кстати, у нас уже есть ссылочка. Да-да. Вот, если что, я тебе продублировал приглашение. Спасибо. Отправил я также оператору приглашение. А у меня вроде оператор и пригласил. Хорошо. Так что оператор у нас на шаг впереди. Но мы друг друга поддерживаем именно в приглашениях. Да, если бы нам бы, мы бы друг другу точнее не передавали приглашение, ничего бы вы не увидели. Кстати, вот у нас эти счастливчики, которые у нас уже выигрывали, кстати, ты посмотри, сладкая, хрофи и хорхиес у нас из одного клана. То есть, вот эти парни у нас любят наши конкурсы, точнее, не наши, а конкурсы, которые проводят Энерджи, то есть, организаторы конкурсов. И, поэтому, вот, кстати, Леня Мал сейчас занял очень выгодное положение. Если его сейчас не сдвинулся с этой позиции, то должен он выигрывать. Буду я болеть за тебя, Леня. Так что, держим мы. А за кого ты будешь болеть? давай поставим ставочки, если выиграет Леня, то я разыграю синий шар. Ничего себе, а если выиграет пастор, я ставлю на пастора. Ну, ну, давай ты на пастора, я поставлю на Леня. Если выигрывает Леня, ребят, синий шар уходит кому-то. А если пастор, не знаю, нужно спрашивать у Адели. Ага, ну, давайте я так же разыграю синий шар. Ух ты, значит, ставки у нас высоки. Синий шар кто-то у нас сегодня получит. Давай, Ленечка, тащи. Ой, ну нет. Господи, ты посмотри, кто же у нас выходит вперед. Это вот этот маленький Васпик М2. Очень все он делает правильно. Ну и вторым у нас Леня мал. Может быть, он его где-то обгонит. Леня, обгоняй. Может, вдруг у тебя это получится. Увы, ничего себе, наши два лидера отстают немного. Кингов Армения у нас лидирует, мы видим. Возможно, он получит именно те самые 30 тысяч кристаллов. Ну, пожалуйста. Нет, все-таки Кингов Армения, потом Леня мал второй. Так что, синие шары остаются при нас. Форма в чате, ребят, скинула вам Наталья ее. Заполняйте. Не забывайте также подписаться на канал. Ты понимаешь, тут сладкая кровь попытался обмануть. Он выехал тут, знаешь, из-за домика. Он отрезался и выехал. И пишет такой, знаешь, ты нас не обманешь, мы все видим. Так, сладкая кровь, нет, ребят, сладкая кровь, обманщик, жулик. Знаешь, ввели в заблуждение наших организаторов, но сейчас они не справятся. Не, пересмотрят, так сказать, немного нашу трансляцию и увидят. Сейчас, подожди, посиди тут в этой конференции. Без проблем. Да, ребят, победителем у нас, получается, первое место должно быть у нас Айкинков Армения, второе место Леня Мал, а третье, я так думаю, Пастор. Ребята, не забывайте, когда заполняете форму, указывать ссылку на свой канал и открывать. Да, все, открывать именно... Все-таки мы за справедливость и сходила к нашим организаторам, сказал я им, сейчас должны у нас изменить решение. Да, ребят, посмотрим мы. Не забывайте в настройках приватности открывать свои подписки. Ты представляешь, насколько вот люди хотят вот так, знаешь, обмануть. Не знаю, нужно же все по честности делать. Я не думаю, не должно быть. Да, первый у нас приехал Кинг Оформление, потом Леня Мал, и третий у нас, если я не ошибаюсь, Пастор, но тут я могу ошибаться, так что сейчас у нас наши организаторы должны пересмотреть трансляцию, я даже сейчас сам ее пересмотрю. Влад, я тебе отправил. Я отправлял, если у тебя никнейм Влад 333, короче, вот никнейм у тебя такой же, как и на Ютубе, я тебе отправлял. Сейчас, подожди. Да нет, я его копирую. Сейчас я пересмотрю, ребят, вот этот заезд. Да, ребят, организатор уже объявили победители. Первым у нас как раз является Айкинков Армения, вторым приехал Леня Мал и третьим Пастор. Они у нас получают свои заветные 30, 20 и 10 тысяч кристаллов на свои аккаунты. Вот, ну-ка, сейчас я даже пересмотрю. Ну, а через 15 минут начнется Ребят, таблица на розыгрыш у нас в чате. Да, ребят, заполняйте ее и через 15 минут начнется трансляция турнира Golden Way. Еще раз.